Три года это большой срок, и человеческая память, как и все на земле, имеет свойство ослабевать. Но сегодня мы вновь и вновь обращаемся к тем героическим 1418 дням, которые сыграли огромную роль не только в истории нашей страны, но и всего мира. Я хотел бы сегодня сказать о нескольких важных вещах. Прежде всего, на мой взгляд, сегодня мы должны до земли в ноги поклониться тем людям, которые совершили этот подвиг. Тем людям, которые еще живы, участники этих героических событий на нашей колонийской земле. А их осталось, подумайте только, 122 человека из когда-то бывших 12 тысяч. И всех их надо вспомнить поименно, пожелать им доброго здоровья, участие, внимания близких и государства. Во-вторых, конечно, сегодня мы должны вспомнить поименно, пожелать, оплакать по-русски, по-человечески, всех тех, кто погибли в этой страшной войне. Всех тех, кто сегодня смотрит на нас с этих портретов. Всех тех, кто не дожил, не долюбил, не осуществил свою судьбу. И мы очень правильно сделали, что начали наш митинг сегодня с возглашения вечной памяти этим героям. Конечно, День Победы для нас очень важен. Почему? Потому что он собирает наш народ. Потому что вокруг Дня Победы строится единство разных народов и национальностей, разных вероисповеданий. Не только в нашей стране, но и по всему миру. Потому что День Победы – это весть о русском мире, которая звучит повсюду. В Австралии, в Азии, в Европе, в Америке под стенами Белого дома в Вашингтоне. И там празднуют Победу, и идет бессмертный полк. И это очень важно. Потому что это говорит о том, что дух народа победителя жив, и его не искоренят никакие годы. Я хочу сказать о том, что, конечно, эта страшная война была битвой за независимость нашей страны. Но защищая нашу свободу, мы подарили свободу и мир. Больше того, мы победили самое страшное зло, которое было от начала мира. Потому что страшно даже подумать, что случилось бы, если Гитлер одержал верх. И это очень важно. Потому что через страшные испытания, через чрезвычайное напряжение, через неисчислимые жертвы, через страшные катастрофы первых месяцев войны, мы пришли к победе. И водрузили наше знамя над Рейхстагом.